МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подготовка к проведению таких значимых для всего мирового экономического сообщества мероприятий, как 7-й Астанинский экономический форум и 2-я Всемирная антикризисная конференция, начались уже в июне 2013 года. Эту масштабную работу провела Ассоциация Евразийский экономический клуб ученых при поддержке правительства Республики Казахстан и Генеральной ассамблеи ООН. О растущем с каждым годом авторитете форума могут сказать количество и состав его участников. Среди почетных делегатов – руководители ООН, международных и финансовых структур, премьер-министр Малайзии, 6 заместителей премьер-министров, вице-президент Афганистана, 215 министров, председатели и их заместителей центральных банков из 147 государств, а также 9 лауреатов Нобелевской премии. Все они высоко оценили организацию форума и тематики обсуждаемых на нем вопросов. Высокую оценку значения этого мероприятия дал президент Республики Казахстан в своем выступлении на форуме. Из региональной дискуссионной площадки наш форум превратился в знаковое событие международной экономической жизни. Предложения и идеи форума представлены в рамках участия Казахстана в саммите Большой двадцатки в сентябре 2013 года, о чем сейчас говорил Петр Стоянов. Успешно работает виртуальная площадка по глобальному диалогу G-Global, объединяющая свыше четырех миллионов пользователей в 150 странах мира. Нынешний форум отличается большой представительностью, собрав 10 тысяч участников из 150 стран. За три дня работы на площадках форума было проведено 77 различных мероприятий, в том числе шесть мероприятий Второй всемирной антикризисной конференции при участии 90 модераторов и 400 спикеров. При этом центральной тематикой стало управление рисками в эпоху перемен в формате G-Global, тема, которая в последние годы стала самой обсуждаемой для государств членов Организации Объединенных Наций. Обратившийся к делегатам форума генеральный секретарь ООН Панги Мун призвал правительство принять неотложные действия по обеспечению устойчивого роста. Мировая экономика все еще восстанавливается от финансового кризиса 2008 года. И хотя экономический прогноз, который дает ООН, позитивный, до сих пор существует множество серьезных проблем, особенно остро стоит вопрос безработицы среди молодежи. Это поколение молодых людей, они заслуживают возможность реализовать свои мечты, внести свой вклад в наш общий прогресс, в связи с чем я призываю правительство принять действия по устойчивому росту, направленные на создание рабочих мест. В подготовке мероприятий форума приняли участие 100 соорганизаторов, из них 50% зарубежных, в том числе 19 международных организаций. Такое масштабное взаимодействие во многом стало возможным благодаря реализованной инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по созданию инфокоммуникативной диалоговой площадки G-Global для объединения мирового сообщества в целях разработки рекомендаций по глобальным вызовам современности. Сегодня ежегодный Астанинский экономический форум является главной площадкой по продвижению международного проекта G-Global. В прошлом году на Астанинском экономическом форуме я внес предложение создания группы G-Global как дополнение к механизму G-20 в целях формирования международной экономической политики поиска глобальных антикризисных решений. G-Global сегодня – это международная виртуальная площадка при Астанинском экономическом форуме, созданная по нашей инициативе Ассоциацией Евразийский экономический клуб ученых. На коммуникативной платформе G-Global в течение года успешно прошли виртуальные проекты предстоящих форума и конференции по формированию концепции мирового антикризисного плана, а также обсуждение всех мероприятий Астанинского экономического форума. В виртуальном проекте приняло участие более 1 миллиона пользователей из 170 стран. было размещено свыше 15 тысяч докладов и исследовательских работ, порядка 50 тысяч экспертных обзоров и комментариев, а также 400 видеоконференций, в работе которых принимали участие ведущие эксперты и ученые. Результатом работы инфокоммуникативной площадки стали обсуждения, прошедшие на форуме уже в этом году. Проект G-Global показал не только свою актуальность, но и эффективность в решении глобальных вызовов. В 21 веке всем странам, всем политикам надо учиться жить в мире G-Global. На его принципах эволюционности, доверия, открытости, толерантности и диалога. Глобализация, безусловно, сделала весь мир гораздо ближе, прозрачнее и доступнее для каждого человека. Но сейчас мир, едва переживший самый тяжелый глобальный финансово-экономический кризис, может вновь погрузиться в состояние ресурсии и спада. Балансирование системы международных отношений на лезвии, прекращение глобального диалога – это опасная тенденция. Программа форума включала в себя мероприятия различного формата по семи основным блокам. Это социальные и культурные аспекты экономического роста, основные перспективы энергоэкологического комплекса. Был проведен ряд продуктивных мероприятий по основным направлениям и приоритетам Экспо-2017, а также по обсуждению потенциальных преимуществ региональных экономических объединений, таких как Евразийский экономический союз, блок инвестиций, инноваций, инфраструктура, включая мероприятия по обсуждению привлечения инвестиций и инноваций в город Астану, развитие торговли и повышение конкурентоспособности, включая мероприятия по обсуждению развития торговли, состоялась отдельная панельная сессия, посвященная 50-летию конференции ООН по торговле и развитию. Отдельно обсуждалась финансово-экономическая стабильность и концепция мирового антикризисного плана. И одна из центральных тем – «Казахстан-2050» на пути вхождения в тридцатку наиболее развитых государств мира, включая мероприятия по презентации второй пятилетки форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана. Очень важно иметь диалоговую площадку, которая собирает участников из экономического и гражданского общества, политических и бизнес-лидеров. Я думаю, что идея президента Казахстана о проведении Астанинского экономического форума очень своевременна. И надо отметить, что форум проводится очень хорошо, в особенности по экономическим вопросам и вопросам развития. Данный форум является важным, имея такого рода диалог, который способствует сотрудничеству, лучшему пониманию, анализу, выводя заключение из основных глобальных экономических проблем. В этом году в столицу Казахстана приехали 9 лауреатов Нобелевской премии, которые помимо выступлений на мероприятиях форума и конференции, участвовали на двусторонней встрече с президентом Казахстана, а также традиционно выступили с лекциями в ведущих вузах страны Астаны, Алматы и Усть-Каменогорска с онлайн-трансляцией в университетах, с общим охватом аудитории в 25 тысяч слушателей, включая профессорско-преподавательский состав, магистрантов и студентов. Я думаю, что объединять людей вместе с целью обсуждения глобальных вопросов и проблем очень важно и значимо, в особенности собирать мировых политических лидеров для решения глобальных проблем, что и сделал Астанинский экономический форум, который становится все более и более привлекательным для иностранных участников. Хотелось бы отметить, что ни одна из азиатских стран не проводила мероприятия на таком уровне, как это сделал Казахстан, что является заслугой его президента. Обычно только западные страны организовывают встречи подобного масштаба, чему свидетельствуют конференции в Лондоне, Париже, Фашингтоне или Нью-Йорке. Очень впечатлен, что весь мир принял приглашение, и делегаты со всей планеты приехали на форум. Мероприятия, где Запад и Азия могут обмениваться своими взглядами и интересами, очень важны. За время работы форума состоялись три двусторонние встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 32 встречи премьер-министра Карима Масимова, а также свыше 300 деловых двусторонних и многосторонних встреч с руководителями госорганов, коммерческих и национальных компаний Республики Казахстан. В рамках форума состоялись международные выставки «Казахстан Инвестмент Экспо-2014», «Астана Инвест», «Астекс», международная выставка «Транзит Казахстан», «Глобал Риск Экспо». За время работы форума было заключено более 90 соглашений и меморандумов на сумму 7,7 миллиарда долларов, в том числе рамочные соглашения по сотрудничеству правительства Казахстана с Исламским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития. В общем, информационное освещение работы форума проводилось при поддержке 93 медиапартнеров, из них 53 казахстанских и 40 зарубежных, с охватом аудитории более 2 миллиардов человек. Работало свыше 800 представителей международных и отечественных СМИ, которыми было проведено более 300 эксклюзивных интервью с высокопоставленными участниками. На площадках форума были организованы телевизионные дебаты крупнейших представителей медиасферы, таких как Евроньюз, BBC, China Economic Daily, China Economic Net, Finance and Wirtschaft, CBS News и телеканала «Казахстан». В этом году впервые в рамках форума состоялся международный саммит журналистики G-Global «Мир XXI века». На открытой диалоговой площадке обсуждались ключевые проблемы современной журналистики. Главная тема – новые медиатехнологии и инновационные инструменты подачи материала в освещении экономических проблем. Главным экспертным и содержательным итогом 7-го Астанинского экономического форума и 2-й Всемирной антикризисной конференции стала поддержка и одобрение концепции мирового антикризисного плана. Участники конференции обратились к государствам-членам ООН, секретариату ООН, международным и региональным подразделениям ООН, Международному валютному фонду, Всемирному банку, Международным организациям и финансовым институтам, НПО, НИИ и аналитическим центрам, а также к глобальному экспертному сообществу с просьбой принять активное участие в обсуждении и формировании мирового антикризисного плана. Участники конференции также обратились к мировому сообществу с призывом активного использования площадки G-Global в качестве виртуальной платформы по разработке и наполнению мирового антикризисного плана, а в качестве постоянно действующего моста предложили использовать ежегодный Астанинский экономический форум, который с 2009 года вырабатывает рекомендации для стран, входящих в G20 и международных организаций и правительств. «Вместе с меняющимся миром должны меняться институты глобального управления, такие как Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН. Они должны стать более эффективными и уметь отвечать на крупные вызовы». Надо отметить, что 7-й Астанинский экономический форум стал мероприятием, завершающим работу по формированию Евразийского экономического союза и своеобразным мостом к историческому событию – подписанию договора о Евразийском экономическом союзе, состоявшемся 29 мая в Астане. Еще одна важная тема форума, обсуждаемая на нескольких сессиях и мероприятиях, в том числе первом научно-экономическом саммите, касалась беспрецедентного мирового транспортно-логистического проекта «Шелковый путь». Таким образом, ежегодный Астанинский экономический форум служит действенным инструментом по созданию необходимых условий для социально-экономического прогресса Республики Казахстан, развития сотрудничества научных, государственных и деловых кругов, а также выработки рекомендаций по обеспечению долгосрочного стабильного развития мировой экономики. Форум рассматривается многими отечественными компаниями и экспертами в качестве площадки по продвижению проектов, идей и инициатив. Важным вкладом ежегодного форума в развитие Казахстана и Астаны является его широкий инвестиционно-инновационный потенциал, который увеличивается с каждым годом. Институциональный эффект, благодаря которому создаются новые организации, а также имиджевый, туристический и научно-образовательный эффекты, повышение качества человеческого капитала, повышение уровня государственного и корпоративного управления.